Кто жил и мыслил, тот не может в душе не презирать людей. Это строчки из Евгения Онегина, поэтому все претензии, пожалуйста, к автору. Но обратите внимание, как точно вся классическая литература описывает состояние России. Просто одни читают Пушкина и видят исключительно Ямб и Харей, а другие, возможно, будущее своей страны. Впрочем, предлагаю вам смоделировать это будущее самим, особенно после того, как я расскажу про настоящее. Это Вести Бескиселева, совместный проект каналов Ермак Медиа и реальная журналистика. Привет-привет, мои дорогие, с вами Юля и мы начинаем. Дети – это, конечно, цветы жизни, но избитая правда иногда оказывается страшнее, особенно, когда исходит изо рта женщины, которая этих самых детей никогда не имела. На прошедшей неделе стало известно, что выступая на федеральном марафоне «Знания первые», вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что рожать российским женщинам необходимо с 24 лет. А еще лучше начать до 24, чтобы потом успеть сходить и за вторым, и за третьим. Потому что, по мнению Голиковой… Нам очень важно, чтобы нас было больше. И это, наверное, ключевая задача, о которой каждый из вас должен самостоятельно задуматься. Самый такой правильный возраст – это тот, с которого я начала, до 24 лет. Почему об этом говорю? Потому что, чем раньше рождается первый ребенок, тем быстрее родится второй, и быстрее родится третий. И это очень важно. Конечно, конечно, важно. Вот только вопрос для кого? Для мамы, которая в свои 24, скорее всего, еще даже не получила высшее образование? Или для государства, которое хочет поставить галочку и выпить за повышение рождаемости в стране? А ведь сама вице-премьер, если верить многочисленным заметкам в СМИ, детей не имеет. Вероятнее всего, в свои 24 она сделала ставку на карьеру. Поэтому в 58 у нее деньги, яхты, виллы и относительно ровный цвет лица. А мы, которые не досыпали в молодости, максимум, что будем иметь к 58 – это бегающих, громко кричащих внуков, вынужденную подработку к пенсии и ожидание, что кто-нибудь принесет воды, если захочется именно пить, а не выпить. Поэтому давайте смотреть правде в лицо. Сегодняшней молодежи гораздо страшнее в старости остаться без денег, нежели без детей. Вот они и живут по средствам и по убеждениям. Хотя, возможно, все это Голикова говорит не напрасно. Но просто она понимает, что не за горами то время, когда пенсии не станет вообще. Вот тут она, выкатив грудь и заявит, а я вам говорила – рожайте. Ибо законодательно к тому времени уже успеют закрепить обязанность детей содержать своих престарелых родителей. Ну и надеюсь, вам не нужно пояснять, что если этих самых детей не будет, то как ни крути, а одиноких стариков придется содержать государству. С него эту социальную функцию не снимет даже Конституция. А нет, есть еще один вариант избавиться от пенсионеров – в очередной раз поднять пенсионный возраст. Ну или поднять его для тех, кто детей не имеет. А потом вновь громко крикнуть. А я предупреждала. Впрочем, решать, конечно, вам – за качество вы или за количество. Но помните, что вместе с Голиковой всегда будут стоять и такие, как Лацких, которые в будущем могут сказать. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. А вам должны ваши родители. Ну, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать. Впрочем, поддержать коллег в минувшие праздничные дни бросился и депутат Милонов, заявивший, что лучший подарок для женщины к 8 марта – это, внимание на экран, айфон, новая кастрюля, маленькое черное платье или лучшие друзья девушек – это бриллианты. Как вы думаете, на что мы рассчитывали? А вот вы и не угадали, потому как по Милонову лучший весенний подарок для прекрасной половины человечества – это новая беременность. Да-да-да-да, и не смейте спорить, потому как Виталик считает, что именно разбрызганное в этот день семя делает из мужчины настоящего мужчину. Ну, а если набрызгать не способен, дуй неудачник за цветочками, большего от тебя и не потребуется. То есть, если мужчина, дорогие женщины, если мужчина говорит, что он вас любит, но при этом не предлагает иметь совместно детей, выкиньте его на помойку, этот кукол и подонок, который завтра пойдет к другой, потому что он, прости господи, профорсет и несерьезный мужик, даже не мужик, а потребитель пива, платвы, так сказать, и смотрит порнофильмы в тайнах. Ну, видимо, Милонову виднее. Правда, лично мне от такой инициативы стало немного страшно, потому что хоть 23 февраля и не скоро, но что пожелает в этот день для мужчин Милонов, страшно даже представить. А между тем, в России полным ходом идет подготовка к предстоящим выборам, начнутся которые уже на текущей неделе. Выбор – это, конечно, отдельная тема для разговора, и мы с вами не раз поднимали ее на закрытом канале на Бусти, поэтому не буду пересказывать очевидное, скажу лишь одно. Наше царство-государство настолько великое, что в погоне за величием некоторые забывают даже грамоту. Вот, например, в Обнинске местные чиновники допустили монтаж предвыборного плаката с орфографической ошибкой в названии страны. И знаете, ни подрядчик, ни заказчик, вероятнее всего, жертвы ЕГЭ, ее не заметили. Жалобы начали поступать в администрацию от неравнодушных жителей, которых больше всего и возмутила несправедливость. Чиновники тут же поспешили откреститься от согласования баннера, обвинив во всем подрядную организацию и, внимание, человеческий фактор. Впрочем, представители местного административного аппарата поспешили поделиться с жителями своими переживаниями и пообещали исправить ситуацию в кратчайшие сроки. Но, друзья, важно-то ведь не это, а то, что плакат этот могли сделать враги народа или иноагенты, причем с намеком, какой президент такая и федерация. Хотя нет, Россия ведь управляет Бог, к нему и вопросы. Россия это такая страна, которая напрямую управляется Богом. Но и врагов народа, которые придумывали тот самый плакат, его рисовали, согласовывали, печатали, устанавливали в конце концов и не обратили внимания на ошибку, а ставить без внимания тоже было бы неправильно. Поэтому... Так поймают Якина на кол посадить, это первое дело, а уша посля... А уша посля отменить ЕГЭ, которая не просто быстро мчится, но и в голову стучится. Вы не поймите меня неправильно, но мне кажется, что в наших советских букварях все правила были описаны гораздо понятнее, нежели в современных азбуках. Впрочем, вопрос этот дискуссионный и времени на него особо нет, потому что новость о том, как научиться обещать, перечеркнула буквально все. Выходные Росстат подвел итоги обещаниям действующего главы, которые он давал перед своими прошлыми выборами. Среди прочего там снижение уровня бедности, причем сразу вдвое. Но что-то пошло не так, и эти бедные вдруг начали размножаться, искусно портя картину обещанного. Нет, они, конечно, пошли на убыль и в прошлом году снизились на целых 800 тысяч человек, но составили лишь половину одного процента. А это, как вы понимаете, совсем не половина от общего числа нуждающихся. В этом году действующий глава вновь потребовал от Федерального собрания достижения главной цели, но заявил, что на этот раз размеры будут скромнее – всего 7% к 2030 году. Напомню, что в настоящее время за чертой бедности в России живут чуть более 9%, и для того, чтобы эта цифра снизилась, бюджет вновь должен будет потратиться. Хотя, блин, почему бюджет? Как говаривал один экс-глава Центробанка на вопрос, а где вы возьмете деньги на проекты, он смело отвечал – так у вас и возьмем. Вот и тут возьмут у нас, чтобы побороть нашу же бедность. Главное тут громко рассказать об этом по телевизору, а проверять авось и не станут. Как бы вы оценили те реформы, программы, которые у нас были за последние годы? Положительно. Все я их поддерживаю. Можете подчеркнуть, какая именно реформа вам больше всего понравилась? Да я прямо не знаю, какая. Ну, я вижу по телевизору, как в больших городах происходит. А лично в вашем городе? Дорог нету, воды нету. В течение дня обязательно свет отключат. Что это за жизнь? Вот частенько это бывает у нас на поселке Горьково. Ну как, конечно, уровень жизни-то вырос. Зарплаты прибавили, но... Вам приходится в последнее время экономить на еде? Конечно, конечно. Ну а как же? Без экономии не проживешь. Город наш, он умирает. Ну вам же подняли немножко пенсию? Я работающий пенсионер. Мне не подняли. А почему вы работаете? Ну потому что невозможно прожить на эту пенсию 14 тысяч. Разве на нее можно прожить? В общем, пока борьба с одними во благо других еще актуальна, не переведутся в России те, кто на этом продолжит наживаться. Вот как-то так, друзья. Ну а на этом у меня все. Увидимся ровно через неделю на этом же месте и в тот же час. Всех люблю. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok